МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 10 миллионов рублей с федеральной казны направят для приобретения нового оборудования в детские поликлиники. Выездное совещание помогло сформировать основные потребности. Одно из поручений президента – это как раз детские поликлиники. Три самые красивые девочки едут в Москву представлять Магадан на международном конкурсе. Цена короны – пик эмоций. Большое спасибо своей маме, что привела меня на этот... Верхом на лопате. Трасса в 150 метров и лихость участников подхватили американскую традицию. Пилотный турнир поддержала и Диана Григорян журналистом ТК-видео. Совковые лопаты бросают вызов горным лыжам и сноуборду. Об этом и многом другом. За 15 минут. У нас кукла не была принцесса. Она была работница, она была домохозяйка, она была врачка, санитарка и так далее. Впервые коллекция игрушек. Почти 400 экспонатов прошлого века увидела свет. Куклы, мягкие игрушки, мебель и кухонная игрушечная утварь советской и европейской промышленности. Семь лет назад первая покупка положила начало уникальной для Магадана коллекции. Я задачилась найти эту куколку. Я ее нашла. И поскольку я занялась поиском куклы и истории, где же она выпускалась, что это за кукла, она потянула за собой и все остальное. И вот я уже не могу остановиться много лет. Самой старой игрушке насчитывается больше 100 лет. Но на выставке представлены экспонаты с 40-х до 90-х. Каждая игрушка коллекции имеет свое имя и свою историю. Все они отреставрированы. Многие из них подарены. Какие-то выиграны на аукционах. Одной из самых дорогих считаются пупсики, созданные по немецким технологиям. Технологии с десятилетиями менялись, отражая экономические трудности в стране и приоритеты развития. Так был период, когда выпускали детскую радость даже на оборонном ленинградском заводе. Впоследствии оказалось, что эти игрушки опасны, так как были воспламеняемы. Коллекция постепенно росла. Друзья и знакомые стали дарить игрушки советской эпохи на дни рождения и другие праздники. Свой вклад внесли и дети. Это еще была моя бабушка, куколка. Кукла не такая уж старая, но все равно краски у нее хорошо держатся. Только ручки у нее двигаются вверх и вниз. Еще могут вот так вот. Таких историй десятки. В семье Ольги Крепаковой почти 50 лет хранили медведя ЦАЦУ. Косолапый теперь на выставке среди европейских игрушек. Ольга решила не забирать его, а подарить коллекционеру. Сейчас игрушки сильно отличаются от тех, которые были у нас. С теми игрушками фантазия у детей работала, мне кажется, более были они интересные. Им придумывалось много-много ролей. За четыре дня работы выставку посетили больше двухсот человек. Многие игрушки хозяйка коллекции позволяет детям трогать, заводить и тестировать. Вот, смотри внимательно. Вот так ставим. Давайте я вам покажу. Во-во-во, молодец. Звук забавного для современных детей механизма иногда перебивают песни и сказки, которые похрустывая воспроизводит проигрыватель. Вот, слушай, раздерет со странным именем Чебурашка. Выставка организована в экоцентре и продлится до 28 марта. Вход в мир, где все свободны от возраста, свободны. Москва дала денег на колымские поликлиники. 10 миллионов рублей направят на приобретение нового оборудования. Что требуется учреждениям Магадана, выяснял сегодня губернатор Владимир Печеный. Во второй детской поликлинике в прошлом году открыли кабинеты офтальмолога и лора. Теперь нужно докупить медтехнику. В первой детской поликлинике планируют оснастить кабинеты хирурга и лечебной физкультуры, чтобы оказывать детям реабилитационную помощь без необходимости выезда в ЦРС. Есть и более масштабные планы. Мы приступили уже к изысканию и проектированию реконструкции здания бывшей школы-интерната номер 12, трехэтажного здания, где будет большая детская поликлиника. Этот год будет годом подготовки проектно-сметной документации. И в 2019 году приступим к реконструкции. В планах на этот год реконструкция первого этажа детской соматической больницы. Отчасти решат и кадровый вопрос. На работу в Магадан пригласили детского офтальмолога. Территорию спорта возводит компания «Магадан Спорт». Многофункциональный комплекс в районе 31-го квартала должен быть запущен в конце года. Сооружение собирается как конструктор из модулей. Груз прибыл из набережных челнов. Монтировать конструкцию приехали специалисты завода-изготовителя. Каркас уже установлен. Высота двухэтажного комплекса 15 метров. Площадь более 4000 квадратных метров. Конструкцию теплят, подведут освещение. Здесь планируется оборудовать четыре игровых поля под большой теннис, футбол, баскетбол, волейбол. Планируют отвезти место под раздевалки, душевые и кафе. Это также возможность для отдыха, для проведения соревнований, причем такого масштабного уровня, поскольку комплекс будет оборудован по-современному. Проектом предусмотрены благоустройства прилегающей территории. Общая площадь комплекса 7000 квадратных метров. Общественные организации профсоюзов Магаданской области 94 года. Первые лица города и области поздравили активистов-общественников за долголетний добросовестный труд, вклад в развитие и укрепление профсоюзного движения в регионе. На сегодняшний день на Колыме более сотни только первичных профсоюзных организаций. Существует около 20 критериев оценки эффективности их работы. Прежде всего, наличие коллективного договора в предприятиях, его выполнении, взаимодействие правкома с работодателем и многие другие. В торжественный день четырем членам профобъединения вручили почетный знак за заслуги перед профдвижением Магаданской области. Из 40 претенденток на корону финальный тур вышли 16. Жюри увидели творчество, красоту, таланты и слезы. Баранки на дереве обошли розы из теста и пирог с мясом. В Магадане прошел вкусный турнир. 15 лихих наездников освоили первую лопатную трассу, которая вывезла всех в кресло зрительного зала кинотеатра. Мобильный репортер повстречал старую знакомую на той же реке у той же лунки. В Магадане возродили конкурс «Мини-мисс». В последний раз турнир проходил 10 лет назад. Новый старт собрал 16 участниц от 5 до 12 лет. Отборочный этап отсеял 24 девочки. Затем полтора месяца обучения, дефиле, артистизм, ораторское искусство и многое другое. Начался конкурс в соцсетях. Титул «Мисс Признательность» народное голосование присудила Анастасии Кувшиновой. Но главное решение ожидали от жюри после сценических выступлений. Милана Карабушила во время выступления еще не знала, что через два с половиной часа ее эмоциональное состояние достигнет пика. А пока танец. На сцене НР и Милана. Номер поставили близкие. Родные люди, которые не первый год танцуют в коллективе. По словам девочки, танец «Чайки и оленя» жил в ней давно, потому что часто бывала на репетициях. Многие движения знакомы. Репетиции были очень долгими и трудными, но некоторые моменты были даже очень веселые. И я рада, что у меня были такие хорошие руководители. Ходить красиво конкурсанты учились не один день, поэтому конкурс дефиле, отметили члены жюри, прошел без сучка, без задоринки. Выбор победителя не был очевиден многим. Корону «Мое счастливое детство» вручили Милане Корабушевой. В этот момент девятилетняя девочка и испытала эмоциональный пик волнения, как на международном конкурсе красоты. «Большое спасибо своей маме, что привела меня на этот...» Первой и второй вице-мист стали Анастасия Зварыгина и Ангелина Жукова. Через месяц три леди смогут в полной мере оценить уровень международного турнира. Девочки едут в Москву. Песни, танцы, дегустация блюд. В клубе «Ветеран» прошел гастрономический конкурс «День хозяюшки». Полсотни участников представили более ста угощений. Овощные вареньки, рыбные пироги, десерты с фруктовым кремом. Это не просто выставка лакомств, а кулинарный поединок. Впервые в этом конкурсе участвует мужчина. Судейскую коллегию Александр Гельмундинов удивил пирогом с мясом и овощами. Но диапазон мастерства значительно шире. Коронные блюда – это картошка с мясом. Умею готовить. Всякие блины, пышки, сухари. Победителя выбирали по целому ряду критериев. Вкусовым качеством, креативностью, простоту приготовления. Не обошли вниманием и оригинальность оформления. Отличилась Надежда Малкова. Цветы сделаны вручную, расписная ваза, пирожные, шоколадные десерты. Чего только нет в ее конкурсных блюдах. Такая красота просто невозможная. Это вареники, весенние вареники. Победителем конкурса стала Валентина Веснина с блюдом «Баранки на дереве». Второе место у Александра Гельмундинова. При зрительских симпатий у Надежды Малковой и ее рос из теста. Сегодня в Магадане открыли региональный конкурс «Юные дарования». За три дня прослушают почти 170 музыкантов и вокалистов из Магадана, Ольского, Хасынского, Ягодинского и Сусуманского городских округов. Это ученики музыкальных школ и студенты колледжа искусств. В этом году впервые ввели оценку академического вокала. Также лучших определяют среди учащихся оркестровых отделений и пианистов в четырех возрастных категориях. В рамках конкурса для молодых дарований и их наставников проведут мастер-классы преподавателей из Якутии и Владивостока. Для меня всегда цель мастер-классов – это помочь. Это научить, возможно, каким-то моментам, не разрушив, не сломав каких-то важных процессов профессиональных у ученика. По итогам конкурса лучшие музыкальные номера представят на галоконцерте «Новые имена». Он пройдет 30 марта на сцене Муниципального центра культуры. Десять подростков тяжелоатлетов выступили на городских соревнованиях. Спортсмены выполняли рывок и толчок штанги двумя руками. Тренеры отмечают хорошую подготовку участников, так как показывают результаты выше юношеских разрядов в возрасте 13-17 лет. В турнире принимала участие 14-летняя Арина Губина. Ее спортивной карьере всего три года. И выходит соревнование всего второй раз. Качественная подготовка и жесткий спортивный режим позволили выполнить третий юношеский разряд – побить свой личный рекорд. В сумме двоеборья – 91 килограмм. До этого я ходила на многие секции. У меня не было такого желания ходить. А сюда я пришла, и у меня все, у меня желание есть. У меня нет такого, что не хочу, не хочу. Просто пришла и сделала. По итогам соревнований самый большой вес поднял Алексей Педан. В сумме двоеборья – 200 килограммов. Первый спортивный разряд. Этим летом лучшие тяжелоатлеты-разрядники отправятся представлять Магадан на дальневосточные соревнования в Холмск. Это у нас зона старта. Первый в Колымской истории инструктаж перед спуском на лопатах. Съедут со склона верхом на инвентаре дворника. Трасса – 150 метров. Для 15 спортсменов. Скорость можно набрать высокую, поэтому подниматься выше не стали из-за брожений безопасности. Мероприятие первое в своем роде, и поэтому мы решили попрактиковать на невысоких. Потому что у некоторых, вы обратили внимание, были довольно модифицированные лопаты. Забава появилась в 70-х годах в Америке, когда служители горнолыжных подъемников после окончания смены спускались вниз на лопатах. С тех пор катания переросли в турниры. Идею подхватили и в Магадане. Совковые лопаты бросают вызов горным лыжам и сноуборду в олимпийскую программу. Экстремальный вид спорта не включен, но теперь эти необычные соревнования станут традиционными. Все модификации и креативные идеи участников одобрены оргкомитетом Магаданского чемпионата. По правилам, на лопату следует сесть так, чтобы ее черенок смотрел вперед. У всех одна попытка. Лидер определился на первых секундах спуска. Его лопата на финиш пришла через 15 секунд. В замыкающем заезде стала белка из ледникового периода. Судьям пришлось катить ее до финиша. Все участники чемпионата завершили этот день в кинотеатре. Билеты вручили всем, но победителю главный приз – золотую совковую лопату. Это я. Красавица, а! Смотри, что делает. На той же реке у той же лунки. Мобильный репортер повстречал старую знакомую. Лиса повадилась приходить к рыбакам в надежде, что ее каждый раз будут угощать. И она не ошиблась. Да ты позируешь мне, родная. Да ты обнаглела. Вообще, дурдом, да, Лех? Спонсор рубрики «Магазин Мастерок» МТК-Видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-90-60. За ролик, вышедший в эфир, автор получит 100 рублей на счет телефона. Она с руки взяла, ты видел? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова